Мы после прерывания гоним на швы. Окей, спасибо. Еще на самом деле очень полезный вопрос. Может, вставить описание, как теледокументацию по световому бюро. В каком плане, которое сделано было для «Спектрума» все время. Там вот как раз вот этот вопрос очень... Потому что, ну, надо как-то понимать, да? Нет, вставание, понимаешь? Вы, как мы сами, как вот на пищевку, так и... Да, потому что мы, значит, должны узнать, кто там. Да, совершенно... Вот там вот как раз вот этот вопрос прям разжеван. Прям вот в таких вот кодах. Ну, что, получалось довольно обычно. Я расслабил бы. Да, да. Ну, давайте сделаем путь. Да, посмотри там. Давайте перерывы. Давайте перерывы. Предлагаю перерыв небольшой, чуть-чуть, чтобы потом уже засидеть. Да, и проветрим заодно, и потом продолжим. Спасибо. Нет, просто он не просто так добился. То есть, знаете, реально не куча, но... Просто недавно как раз это самое на ebay, когда он идет, прикупил себе этот разный товарищ. Нет, это уже... Нет, это уже... С летовой пиро. Я оригинального спектра. Тут вообще просто... Вот, в гигастрине, я вообще не знаю, что... Я не знаю, что... Я не знаю, что... Я не знаю, что... Просто, как это... Как раз... Разный метр салон, что... А, а... Хочет другие к машинам. Спектру, мол, когда же... Да, тоже много. Кто же будет? Ну, это зависит... Может быть, число на спектру. Да, если мы будем прям перед лучом рисовать, то есть, прям вот прям... Тут на разных клонах... Да, лучше всего... Но лучше всего... Как бы... Нет, телевизор вот на месте работает, мы вообще ничего... Мы ничего... То есть, у нас ничего... Процесс вы не видите, что там выводится наружу. Да, да, да. А на телевизору... Какие-нибудь вещи вообще... Разбудут... Нет, нет, нет... У нас... Построенный видеоконтроллер. Процесс... Да, ну да. Короче... Спектру, видеоконтроллер... У нас куча счетчиков... То, что это... Нет, только... Избирал, смотри... Про него все... Результат... А я все... Ну, в том, как... Ну, и часов... Погибло... Да... Сложные... Счетчиков... Квест? Нет... Нет... Указатель... Квест... На улице... На улице... Да... Да... Такой способ... Странный... Да... Импорт не спасаешь нам указатель... Я поправил... Я поправил... Тогда их... Да... Сверх... Да... Вот... Стало интересненько... Я расскажу... А люди в окне... Я расскажу... Я расскажу... Я не понял... Сигнал... Да люди проходили... А сколько ему нужно... Ну... Ладно... Понятно... Маленькое... Столько... Плесина... Какого... А там какая-то маленькая... Сколько... Винтелек... Да... Какая-то... Ходовая... Ну... По-моему... Не... 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 Это... Девайс... Не... 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 Он... Как-бы... Он... Не... Он... Молюшин... Трось... Долго... Я пойму... Молюшин... Инстопризм... Ну... Можно... Одно в другое втикать... Что это за марайф-активный марайф? Это, короче, индицизионы, но у меня стыд. Они получили, разрешение получили, а производство... Я вспоминаю... Если производутся, я принесу сюда, покажусь. А, у него хотя бы... У него хотя бы выбрать есть, а у них всегда когда-нибудь запускали Я не знаю, какие-нибудь вещания... Нет, я не знаю... Сейчас уже есть готовый образец полностью рабочий. А там, где, полноценный спектр есть. Причем, ну, на PC, например, играть в игры, Вы что-то делали? Да, да. Да, да. Я поставил эту спектру, у меня был только байт. И еще и топор... Байт это крутой. Да, да, у меня... И вот мой спектр... Ну, мой скафетчик. Он там и игрока нет. Она как бы вышка была. Слушай, вам делать все? Я, как бы... Так, у меня был один странный. Но я... Типа, бэк-дрэйт тоже пишу. Ну, нет, только... Только не отобери сзади тебя Переключатель с лайком. Ты можешь... Вай-фай... Вай-фай, бэк-спейс... Коломки... Типа... Престите без пробелов. Вот, бэк-спейс. Да. Коломки... Типа... Можно запускать. Я, может, и ты собрал, значит, Типа, бэк-спейс. Все, теперь. Типа, бэк-спейс. Только вы, этот... Ну, сами... Нет, взять, конечно, не сэм, это пиздец. Понимаешь? Нет. В целом же... Ну, там, типа... Если кто-то... Более-менее... Какой-то... Туп-ыграл... Потому что... Я, например, на это уже... Я просто... Суперсложно... Типа... Я тебе ответил... Читаешь... Ну, пишите... Ну, пишите... Что оно такое... Понятн... На... 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 Типа... Я бы не сказал, что у него гемоники все складные... Ну... Да. Не, конечно, не... Не, когда... Аут... Сфери, да... Да, я не знаю. Тоб-ыг-у... Почему... Да, я тебе, он будет спросить, да... Никто не мешает, это сервер нормально сделать. Но, может, не только эти делки, если ты разобрался. Это зависит от того, что видишь. А сервер он сонор как же. Да нет, сервер он сонор. Да, да, да. Как условия? Условия этого... СССР. Я создаю, что мы уже это с рекламы. Да, я вообще никогда не могу соотнести. Это не просто. А если ты... Если ты... Я просто могу. Спроси. Убиваешься с карты сулька SDR. И сегодня с футболочкой с какой-то кнопочкой подбираешь. Продолжение следует... 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 проверять не ушли ли мы в минус, потому что если уйдем в минус, у нас соответственно загорится какой-то не тот цвет. А вот почитаемому числу, будет какое-то случайное значение добавить? Нет, нет. Это чисто вывод. Чисто вывод, чисто вот отработка вот этого. Просто идея в том, что мы можем отнимать, и даже когда мы ушли в 127, то есть подняться, а мы, если продолжаем отнимать некую цель, ну допустим 3, мы не уходим в переполнение, и у нас не выйдет артефакт определенный графический. Сейчас я покажу, как это работает. Так, секундочку. Вот, собственно, код рисования. Да, код рисования, здесь мы заносим в регистр ДЕ адрес атрибутов наших спектромовских. В HL, собственно, табличка вот эта, которая хранится в памяти, где каждому атрибуту соответствует один байт. И, собственно, табличку цветов, которую вы только что видели вот здесь. Табличка цветов некоторая. Табличку цветов я просто вот так вот сделал. Вот она. Тут используется фишка sejasma, то есть точка, какое-то число. И это означает, что следующая строчка повторится энное количество раз. Ну, это удобно, и табличка выглядит не такая огромная. И здесь я использую как раз define, который объявил за их сасом, чтобы было более удобно. Не цифрами, а цифрами. Ну, сложно воспринимать, на самом деле, по крайней мере, мне. Тип. У этого сейчас есть нормальное описание, что? Есть, и есть своя встроенная, да. Там все понятно, да? Да, да. Собственно, код вывода чисто без двига. Если мы запустим, то получим черный экран. Вот это белое, это прием такой используется, чтобы узнать, сколько код занял по времени. То есть мы выводим сначала на бордюр, ну, в порт, соответственно, значение white, то есть бордюр у нас белым красится. Потом, когда мы это отрисовали, мы бордюр красим в черный. И за счет того, что у нас лучом, ну, прорисовывать все это дело, мы можем посмотреть, сколько у нас по времени, ну, не по времени, скорее, да, а процентном соотношении отрисования всего экрана заняло. Когда полностью займется, да? Оно будет вот здесь, соответственно. Ниже экрана. Ну, оно уйдет, как бы. Но лучше ниже не делать, то есть надо оставлять всякие пожарные для музыки, как минимум. Собственно, вот код сдвига, ну, точнее, используется процедура, соответственно, для сдвига. Называется FastCalmFile. Давайте запустим. Тоже ничего не произойдет, потому что нечего сдвигать. У нас, прежде чем мы проинстализировали таблицу, там были. Точнее 127, значение, которое соответствует черному цвету. Теперь давайте низ, собственно, нашей таблицы заполним значением 255, то есть максимальным, в данном случае это белый цвет. Запустим вот. И вот мы видим, как экран заполнится постепенно. То есть уже... Это без халтов. Халтов там нет, да? Халты есть. Есть. Везде. У меня у всех примеров халты есть. Нет, я просто вот... Халт после каждой строки, да? Нет, нет. Халт у меня один на весь цикл. А, на циклы рисованы? Да, да, да. Здесь просто вот мы рисовали, я дальше бордюру переключаю, что мы, типа, ну, сдвигаем. И смотрим, что тут вот сдвигание занимает. Белая это работа программы, синяя это что? А, белая это отрисовка. А, синий это сдвиг вот этот вот, с отниманием. Да я покажу сейчас, кто сдвигается. Сейчас. Вот. Ну, тут как раз используется вот это, соответственно, разворачивание циклов. Как вы видите, здесь вообще циклов нету. Здесь сплошные даб, 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 даб. Дублицируем код. То есть, цикл это медленно, поэтому мы занимаем огромное количество памяти просто на вот такие вот действия. Ну, и плюс это экономит регистр, а мы там используем все регистры, по-моему. Теперь давайте уберем вот этот код, который заполняет низ нашего буфера значением 255 и заменим его на код, который просто рисует рандомный кусочек пикселов с определенной яркостью. Ну, вот, не пикселов, точнее, а значение туда вбивает. То есть, от 127 до 255. То есть, мы, в принципе, уже получим кусть пародию на огонь, которая вот так вот странно работает. Генератор случайный и тот же изъявитель. Да, 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 везде его используют, ну, проще всего. А, как видите, ну, не очень красиво, мы заполнили и все. Не круто. Поэтому надо сделать некое затухание, то есть, каждый день мы будем, кроме всего прочего, отнимать от вот этого ряда некое значение. Можете потом посмотреть исходник, какое значение, там, поэкспериментировать, на самом деле. Можно получить другие эффекты из этого. Просто отнимаем от каждого такого атрибута нижнего, да, ну, точнее, байта, который соответствует атрибуту, некого значения. И следим, чтобы оно не ушло в минус. Ну, не в минус, а в ноль. То есть, переполнение, например, зашло, там, какой-то рассмотрит. То есть, вот уже какой-то недоэффект. Не очень. Но, в принципе, это уже похоже на огонь. Не очень красиво выглядит, поэтому можно использовать вот такой вот прием. Опять же, огонь можно сделать по-разному. Я делаю вот так вот. У меня идея в следующем то, что мы размываем каждую линию, ну, нижнюю линию просто размываем. То есть, получаем в каждом вот этом пикселе, грубо говоря, среднее значение из двух соседних пикселов. Ну, сейчас покажу, как это выглядит. То есть, ну, вот, процедура сможешь с лайн набирать. Мы берем значение в буфере некотором, ну, то, что у нас изначально лежит. Вот этот вот наш буфер огромный, да? Надеюсь, огонь. Да, да, да. Мы берем значение двух вот этих пикселов. И, грубо говоря, вот такой формулой, ну, только на Assembler Z80, получаем среднее значение. И записываем сюда. Ну, там частный случай вот этот, да, для ограниченных. Мы должны вот так вот перепрыгнуть. Там все сделано и работает. Поскольку у нас буфер некоторый третий копируется, да, ну, отдельный буфер на 32 значения, то нам надо скопировать обратно все это в буфер изначальный с огнем. В принципе, это уже будет больше похоже на огонь, только он, видите, двигается вот так вот. Не круто. Вы посчитали эти таблицы склонные держать в разных местах памяти, а в атрибутной области такой результат? Ну, там, не, в атрибутной области мы ничего не держим. У нас отдельная таблица. В атрибуте мы вот этой функцией вывода просто проследуем. Копируем. Вот. В принципе, уже положено огонь, но не очень. Потому что у нас, как вы видите, оно в одну сторону вот так вот размывает, и огонь, соответственно, двигается. Давайте пусть только она размывает сюда, будем размывать ее в обратную сторону. То есть два раза размывать, причем из буфера обратно в нашу таблицу огромную. с пикселами огня. Ну и, соответственно, вот это вот копирование нам уже не нужно будет. Ну и, в принципе, уже получается что-то положено огонь. А вот качество генератора случайных чисел здесь сказывается? Или, в принципе, как угодно пойдет? Ну, я, честно говоря, не думаю, что все. Может быть, туда можно закидывать просто значение регистра i или не пойдет? Нет, регистра R, наверное. R, D, регистра R. Может быть, и можно, но я не закидываю. Мне кажется, там все-таки они последовательные слишком. Они же для регенерации увеличиваются, как один, два, три. Ну, а они считываются в лучшие моменты времени? Ну, можно, наверное, но и синхронность камеры. Я, честно говоря, не думаю, что результат будет хороший от этого. И, кроме того, как бы много тактов не отнимает здесь этот рандом наш. А следующий недостаток нашего огня то, что он выходит не по центру экрана, а вот так вот зацикленный. А огонь обычно что-то вот такое вот имеет. Поэтому здесь мы просто каждый фрейм, после того, как все это мы проделали операции, будем фиксить границы. Я просто беру вот эти граничные фикселы и делю значение в них на два. То есть, ну, обычным битом мы сдвинем. Или, по-моему, отнимаю что-то. Ну, все неважно, мы просто уменьшаем, потому что яркости нет. И, таким образом, мы получаем уже такой, ну, более равномерный огонь по центру. Вот. И следующее, это... Хотелось бы, чтобы он еще двигался, как к ответу, да? Поэтому будем вот такой вот процедурой. Tri random shift line. Периодически, в зависимости от того, что генератор случайно эти чисел нам выдаст. Сейчас я покажу. Интересно. А, вот она. Мы здесь получаем случайное значение на регистре. Делаем операцию end, чтобы младшие три бита отсечь. И если младшие три бита равняются нулю, вернее не равняются нулю, то мы выходим с данной процедуры. То есть, у нас вероятность того, что мы сдвинем линию одна восьмая. И, таким образом, ну, мы, в принципе, создадим некий эффект ветра. Толик, где там. И уже выглядит довольно интересно. И, как вы видите, у нас еще такты остались. Для музыки, например. А что с бордером? Доверяется почему. Вот, что у нас рандом используется. И там, в зависимости от... Там же, видишь, оно имеет такие вот всплески хорошие, потому что мы надомно не точки ставим, а спаны. То есть, от одного до семи, по-моему, пикселов. И вот оно имеет такие вот вещи. А замаскировать тут бордеры можно как-нибудь в черный? Так его можно отключить просто. Это я сделал для... Для наглядности. Да, да, да. Это чисто от атласки. Все, все, я понял. Спасибо. Вот. Ну, вот такой вот эффект тренер выходит. И теперь расскажу, как музыку добавить, как мы взобразились ему. Это важно. Да. Для этого надо все-таки разобраться с тренированиями. Костыли. Да. К сожалению, у нас с векторами прерывания это сплошные костыли. Вот у нас есть регистр write, в котором хранится, грубо говоря, старший байт вектора прерываний. И когда происходит прерывание, ну, в режиме M2, конечно. То есть, по дефолту у спектрума другой режим используется. Мы не можем его толком использовать, потому что там PZO код вызывается. И мы никак не можем переназначить это. И если мы прибили basic, мы, в принципе, уже не можем полагаться на это. Потому что если basic мертв и мы что-то там испортили, по прерыванию просто розет произойдет и все. Поэтому в регистр write мы записываем старший байт вектора прерываний, а в регистр молодую, ну, в младший байт, по идее, должны быть всегда единички. Потому что у спектрума у него шина данных подтянута к плюсу. То есть, Z85 работает. Происходит прерывание, он смотрит, что у нас находится на шине и из этого делает адрес вектора прерываний. Но проблема в том, что наши многие клоны и многие подключенные устройства к спектруму приводят к тому, что на шине данных показывается мусор. И, соответственно, если у нас вектор прерываний рассчитан, ну, лежит только вот в значении, то есть какой-то адрес, ну, старший байт адреса, дальше у нас 2FF, то это будет хорошо работать только на некоторых машинах. На глючных машинах мы получим сброс, в общем-то. Поэтому есть такой вот хак, кастриль, так сказать, это создать табличку памяти на 257 байт, где хранится одно и то же значение. И Z80, он, соответственно, получает какой-то мусор в машине данных, момент прерывания. И какое он значение здесь, ну, не взял, да, у нас здесь со мной тоже все хранится. И мы получаем адрес, который состоит из двух одинаковых байт. То есть, в данном случае, 87, 87. И причем, где бы он, ну, откуда бы ни взял, везде 87, 87. И, собственно, вот это у нас и будет адрес обработчика прерываний. Сейчас я продемонстрирую немного. Или нет, не продемонстрирую. Ладно, давайте сначала про мусорку расскажем. А если ориентироваться на Пентагон, так у него вроде нет мусора у нас? Есть. Есть, да? Некоторые схемы получения Y приводят к мусору. Ну, демки будут бросаться, это нехорошо. Вот, расскажи про музыку. То есть, большинство демок музыка играется как раз в момент прерывания. То есть, приходит прерывание, и мы проигрываем кусочек музыки. То есть, это позволяет делать, что? Позволяет, как бы, делать какие-то декренчеры во время воспроизведения демок, менять эффекты спокойно. И при этом не надо в главном цикле постоянно вызывать обработчика. Ну, не обработчика, а плеер в нашей музыке. Вот пример простейшего проигрывания музыки. В данном случае я не использую прерывания. Просто у нас цикл есть, где каждый кадр мы вызываем плеер. Причем, сейчас я покажу, как это работает. Для музыки используется сейчас Vortex Tracker. Ваня молодец. То есть, откроем такой, ну, демо-сонг, например. Да, да, да. А я же молодец. Вот, у нас, ну, я не буду пользоваться трекером, я не музыкант, я примерно понимаю, но это не при меня. В нем можно послушать музыку, да? Все, отлично. Можно на вас найти, выбрали. Для нашей немки, например, но я выбрал другую. От Хуайта. Собственно, что мы дальше делаем? Мы выбираем опцию Export и Save with the Spectrum Player. Здесь мы вызываем, на какой адрес компилировать музыку. То есть, вот в этом адресе должна лежать наша музыка. Бинарник мы поговорим вместе с плеером и вместе с самой музыкой. Все это вот, вот, лежит. Монолитным таким файлом на самом деле можно отделять. У меня, например, там две мелодии, поэтому они отделены. Указываем адрес, на который компилируем. И нам сразу вот, Hints показывает сначала, по какому адресу вызывать, чтобы проинициализировать плеер. И по какому адресу производить вызов, чтобы проиграть, собственно. Кусочек музыки. Ну, ноту. Ну, не ноту. По-разному. Можно сказать. Как получится. Да. Тут есть mute call, ну и всякие прочие параметры. Про них я говорить подробно особо не буду. Так. Отлично. Где у нас? Наша интро. 72 тысячи так, а вот сколько секунд? Миллисекунд. Это как раз один фрейм. У нас их 50 в секунду. 20 миллисекунд вообще? Ну, что тут, наверное. Там еще надо сказать, что у Пентагона там просто немного кривые, флеймы, растянутые. И там, короче, не 50, а 49 или 48 с копейками, что-то такое. Короче говоря, приходит прерывание 50 раз в секунду, да. И у нас и плеер запускает отрывок музыки длиной 20 миллисекунд. Как раз до следующего. Нет, а нам нету такого понятия там длиной, не длиной. Он просто регистр и записывает значение определенное. Если мы ничего не будем записывать, то у нас музыка повиснет и будет типа пиии, вот такое все. Нет, но как это работает? Синхронно или асинхронно? Не понимаю. Мы просто вызываем прерывание. Можно не прерывание. Не тратиться. Похоже так, как ты сказал. В грубом примере. Ну, то есть он... говорит проиграй вот это, а я пошел работать дальше. Он проигрывает кусочек, то есть занимает... Проигрывает, отрисовывает, проигрывает. Ну, он не кусочек, понимаешь, он типа вот в Y, ну, в регистре записывает значение и все. Дальше мы еще раз. То есть если у нас демка начнет тормозить, музыка тоже начнет тормозить и будет выглядеть не очень круто. Так это получается как фоновая задача или как разделение времени? Так что? Ну, музыку-то играет, а Y? А Y он сам по себе играет. Да, он сам по себе играет. Наверное, вопрос про прерывание. Если прерывание, как бы, можно рассматривать прерывание как еще одна задача, да? Я знаю, что такое прерывание. У нас один процессор. Ну, да, да, да. Можно рассматривать как будто у нас два потолка есть. Можно так рассматривать, в принципе. Вытесняющая задача. Он сам по себе играет. Он сам играет. Не от Z8. Ее только загружение. Плеер – отдельное устройство, да? Не, 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 не. Плеер – это просто программа, которая играет хорошо. Ну, она проиграла. Пока она играет, все, процессор... Процессор делает, что хочет, потому что играет над прерыванием. Процессор же ничего не может делать прерыванием. Выполняет команды. Нет, прерывание непосредственно, но он выполняет команды. Я в целом говорю, что у нас процессор занимается своими задачами. Приходит прерывание, играется кусочек, грубо говоря. Играется AY. Да, ну, записывается в регистры AY, какая-то что-то. Дальше возврат из прерывания, и мы дальше сделаем, что хотим. А что именно ты записываешь в регистр AY? Это делает плеер, я ничего даже не делаю. Ну, хорошо, там... Там же, наверное, какой-то массив байк надо раскинуть, да? Чтобы он начал играть. Ну, в первом приближении, наверное, да. Ну, в целом у AY просто есть n-ное количество регистров. Сколько регистров, я думаю, 16-го, да? Не могу сказать. Вот. Короче, у AY есть некое количество регистров, которые говорят, какую ноту он проигрывает. То есть это какой-то недосинтезатор получается? Ну, что-то типа того, да. То есть это не бипер, он как бы сам по себе играет. То есть мы бы записали играть, а он дальше пищит. Все, я понял. Спасибо. Так, ну, собственно, вот здесь я как раз вызываю плеер. Прерывание, вот какое-нибудь прерывание... А, нет, не здесь. Секундочку. А плееры разные бывают? Да, разные. Ну, у редакторов они обычно говорят. Ну, сам трекер умеет плевывать музыку со своим плеером. Ну, это вот сейчас, как бы, можно сказать, вот экстрактеровский плеер – это стандарт, да? Ну, да, да, наверное. Ну, нет. Такого уже просто сколько допилилили, перепилилили. Вообще, VFOC совместно с ТНК обещают нахаживать суперновый плеер такой, который имеет фиксированное количество тактов. То есть этот плеер, он имеет минус. Он играет за нефиксированное количество тактов. А с фиксированным это начало? Можно, да. Его в начале фрейма вызывать и все. Сейчас приходится в конце фрейма вызывать, когда уже все отрисовано. А вот этот, который будет фиксированный, где-то его обещают, что же, его разработчики? Ну, на кафе была презентация и лекция, все такое. Да, и на хайпе, по идее, появится статья соответствующая и все такое. Ждем. Я тоже жду, да. Вот, вы можете заметить, что здесь я как раз уже поместил код обработчиком прерывании по вот этому адресу симметричному. Поэтому здесь у нас ассерт стоит определенный, чтобы если что-то пошло не так, ну, сматерился компилятор, да, и я мог увидеть, что проблема у нас. Ассерт что означает? Ассерт это проверка условий во время компиляции. То есть если ассерт не срабатывает, то ошибка будет при компиляции. То есть, ну, чисто для удобства, то есть чтобы, ну, во всех языках, наверное, здесь не знаю. Чисто для удобства именно сборки и работы и все такое. Вот, собственно, в рабочих прерываниях, как видите, здесь мы сохраняем абсолютно все регистры, вообще все. Потому что плеер, он, скорее всего, будет использовать там половину. Ну, короче, ну, насколько я знаю, ротовский плеер, он использует чуть ли не все регистры в своей работе. Поэтому... Альтернативные тоже? Да, ну, вроде как. Ну, я точно не уверен. Но лучше сохранить все, потому что плеер поменяем, потом будем долго дебажить, сидеть, что у нас там в рентрировании сломалось. Как бы это, ну, занимает, конечно, определенное время, но не хватает. Ну и, собственно, после сохранения всех регистров альтернативных, вот, да, мы меняем тут. А мы, проигрываем музыку, по вот этому адресу как раз, ну, показывал. И как же, инициализацию? Инициализацию покажу, да. Будет забавно, если в плейере такая же самая работа производится, давайте сохраняем все. Нет, нет, он и не сохраняет. Не сохраняет. Это было бы круто, хотя и не круто, знаешь. Иногда просто ты в главном цикле плеера вызываешь, тебе не надо сохранения регистров, поэтому занимает только такты. Небарская это сделала необыстровская программа. Нужна быть болтой взять. Ой, ну, это вот это... Это уже захотелки вот эти как бы... Да, собственно, инициализируем музыку мы вот, просто обычным полом все. Пронициализировали и можно работать. Давайте запустим. Тут я картинку формулу поставил. Вот. Вот. Выходит вот эти вот штучки. Ну, клевого, ну что-то не хватает вообще, да, типа. Работа не будет дисквалифицирована? Нет. Она не будет выложена. Она... Она... Это... Интересно, почему не хочет вызываться. Ничего. О. А здесь у Unreal есть возможность стимулировать как раз таки нестабильную шину данных. Давайте сделаем нестабильной. Демка работает. Все отлично. Несмотря на то, что шина данных у нас нестабильна. Теперь уберем вот эту процедуру, которая делает шину... Ну, которая предотвращает проблему при нестабильной шине данных. И сделаем вот, как это наивно было сделать, да, просто нужный адрес. Запустим. В принципе, при стабильной шине данных все отлично. Демка работает. Все счастливы. Делаем шину данных нестабильной. Все. Вот как раз. А Y вот играет. Объехались. Все. Демка зависит. Такая функция только в Unreal? Не знаю. Не знаю. Для debug полезно. В Unreal оно точно есть. А если еще, то понятия не имею. Давайте добавим скроллинг текста. Тут, собственно, такой текст. Процедуру скроллинга объяснять не буду. Но она длинная, сложная. Кроме того, я не смогу объяснить, потому что писал для TMK гифта. И забыл, как она работает. Два месяца записал. Как это работает? Давайте сделаем, собственно, скроллинг текста. Сейчас я найду, где у меня это дело есть вообще. Интересно. А где же скроллинг текста? Когда ты делся? Да, да блин. А маленьком экране вообще неудобно. Позвони, наверное. Через Ctrl-R скроллинг. А, и в скролл текст. Я же себе сделал замечательную define для этого. Вот появился скролл текст. При этом, на самом деле, выжирается... А, ну... Стоп. Он не должен работать, короче, но он работает. Вот это проблема. А стейбл выключил? Не, не, он не должен вообще работать, как работает. Суть в том, что здесь я, короче, не укладывался в прерывание, когда со скроллингом, то есть не хватало скорости, и хотел сделать полупрозрачный вывод от этого текста, скроллищегося. Но в момент, когда происходил скроллинг, в еще одном буфере, где у меня скроллица текст, там, с ПЗУ стандартный, из-за того, что скроллинг занимает определенное количество тактов, прерывания мы не укладывались, и звук ломался просто весь. Ну, то есть демка висла. И поэтому я в четные кадры рисовал с подложкой, а в нечетные без подложки выходит такая полупрозрачная черная подложка прикольная. Но почему-то сейчас это укладывается. Так ты не знаю. Трек другой взял. Чего? Трек другой взял. Нет. Трек тот же. Трек тот же. Ну-ка. Ну, я, видимо, что-то Define сломал, когда подготавливал все это. Ну и хорошо, работает. Ладно, давайте посмотрим на сенсейка лучших. Inventations. Ну, нормально. Для понимания все равно. Да. Рандом. Сейчас будет сенсейнвентейшн и интро, между прочим. А, давай. Запускает. Предпоказ. First present. Ну, атрибутный скролл вообще отлично. Ну, я же обещал атрибутный скролл. Во втором экране, да? А тут два экрана. Тут сам текст два экрана, а полупрозрачная подложка в одном. Ну, на самом деле используется только один экран. Я просто... То есть... Югоскрин с одним экраном. А музон откуда собрал? Это Квайт. Разрешил. Димыч. Смотри, через пять минут появляется на ААА. Собственно, атрибута тоже полностью реалтаймовая. Кроме вот этого... Ну, подъединиться с табличкой для синуса. Я просто это сделал, потому что мне уже время было вставлять это дело. Одна страница свободная нижняя, и другие страницы вообще не используются. То есть можно зарабатывать как хотите. Что я хотел вообще сказать про димосцену? В общем, сегодня я специально не рассказывал про то, как делать гифки в ваших девках. Как вращать димосцену в анимацию. Я вообще против полностью. Я за реалтайм эффекты. Поэтому... Никого слова такого как запилятор вы не слышали вообще. То есть можно сделать более какие-то зрелищные девки, если мы вместо того, чтобы в реалтайме какие-то эффекты рисовать, кубики, крутить там, куточки, будем просто быстро распаковывать запакованную графику, все это быстро рисовать на экран, выйдет круто, безусловно. Но не демон. Поэтому... Пишите детки с реалтайм. Слушай про таблички. Подожди, сейчас ты камень не прожил. Досы накинул, что ли? Нет, про таблички. Это, понимаешь, таблички у меня, они декретчатся во время работы демо. То есть, понимаешь? А идея анимейшн демо, это когда мы рисуем на PC полностью, ну, большое количество кифок, а потом все это рисуем. И я против вообще. Ну, просто обычные таблички про таблички. Короче, ты за процедурную графику, а не за... Я против анимации. Кстати, понятно. Понятен, у меня еще есть бордюр делают, он не должен там делать. Ну, сейчас выключишь и усыслал. Не, если выключу, все починится, очевидно, там нет дефайна, не дефайна эти, их девы друг к другу наложили. Собственно, вот адрес, где это все доступно будет сегодня. Так же будет доступно на А. Уже доступно на А. Ну, на А пока не доступно. Ну, в принципе, для А нормального. Выдрать графику, поменять там что-то... Можно миллион дефайна. А анимации, если ты ее сам рассчитал, перед тем, как выводить? Это отлично. Дик Рэндж ее больше не имеет. Ну, то есть... Так нельзя прямо... Не, я против только именно PC-шной анимации. Когда на PC все нарисовали... Когда ты мне что-то в эпилятор вставляешь? Ну, типа того, да. Я против так. А если на обиде... Нет, ну а что, собственно, такого, если... Как есть работы, которые выполнены в таком стиле? Ну, главное, наверное, чтобы их не мешать вместе... Не мешать, да. Нет, отдельно анимейшн демо, пожалуйста. Только за. Не, ну хорошо. Ты же сам рисуешь графику в том же самом PC-ке, в том же самом там... Нет, я рисую графику, понимаешь? Когда у меня кубик крутится, кубик крутится. Ну, это да. Тут вопросов нет. Тут вопросов нет, вообще. Я сейчас подниму такую, значит, демку, форму 8, она старинная, под сам, под винду. Когда она запускается... Она сама по себе 64, по-моему, килобайк или 48. Когда она запускается, она какое-то космическое количество оперативки выедает. Ну да, она генерирует. Декрайчик делает. Вот. И, собственно говоря, что если здесь в момент, пока показывается какое-нибудь простое демо... Ну, так это постоянно делается. Система генерирует контент. Да. И потом уже его отрисовывают просто... Ну как? Как это было сказано? Ну, смотри, у меня в начале сделки, там написано декрайчик, там генерируется огромная таблица для... этого... для перспективной коррекции эффектов. То есть, ну, это постоянно используется. Понял. То есть, это нормально. Не, я именно против полностью из анимации демо. Ну, на мой взгляд, это убивает сцену и... Ну, ты видишь, да, круто, но... Спектром отцветки компьютера, а не... Не, ну, опять... Плеер анимации. А вот этот вот... Плеер, помнишь, какой цель был сделан... Как же он назывался? Где там видео на ЦГА выводили? Не помню, не помню. Ну, что там, по сути, тоже был плеер анимации, который сделан для машины, которые... А, я понял, я понял. Да, 80-80-80. Не, ну, да, я понимаю, что здесь есть граничные случаи, и это, конечно, круто. Но что делать с ними? Какой конкурс? Да ничего не делать. Я... я же не говорю там... Вместе с ООНом? Не, я же не говорю конкурсы, не конкурсы. Я говорю присутствующим здесь, что... Не, ну, просто смотри, вот есть, предположим, две демо, которые используют довольно тяжелую анимацию, и одно демо, которое не используют... Ну, является чистым демо. Ну, да. Как ты, по-твоему, считаешь, лучше сделать два конкурса, один с одной работой, и второй с двумя работами, но не смешивать их вместе? Да нет, достаточно две. А если в демке смешаны процедуры... Не, верно. Тут сложный вопрос. Я, честно говоря, ответа не знаю, никто не знает. Если будете демо... Как бы, демок мало, поэтому разделять сложно очень. Это проблема. Не, ну, просто вот я говорю, что ты разделяешь две номинации, но у тебя работ не будет... Да, это проблема, я же говорю, решение я не вижу. Ну, я просто говорю, вот у вас участвующих здесь, пишите демки, которые не про анимацию. Поэтому никаких запилят. За здоровые демки. Я за здоровые демки, да. Пьюргимас сын. Ну, а вот всякие вставки, помнишь, были старые демки, там чуть-чуть анимации. Не, против вставки ничего не имеют. Мам, я на ТВ. Вот сколько времени анимации... Я считаю, началось. 30% анимации. Ну, просто у нас в правилах написано 96%. А отрицание... Или сколько там? Там написано просто не должно быть анимации. Вообще не должно быть? Там просто... Не, там написано, демо не должно быть сплошной анимации. Там только процентов нет. Ну, что является сплошной, мне казалось? 100%? Там не написано, там не написано. Не, ну, в таком случае ни одна дема не нравится сплошной анимацией. Безусловно. Так я же не говорю, как бы разделять не разделять. Я говорю просто, пишите демки без анимаций. Когда нажал демки. Уменьшим количеством анимаций. Не, просто я не считаю, как бы... Ну, есть ли смысл писать не анимационные демки, если тебе все равно показывается анимация? Да, это проблема. Я как раз вот это, мне кажется, и... Ну, не круто. А то тоже будут жюри решать. А жюри, оно... Откуда жюри? Понимаешь, жюри, оно смотрит на нашу эффектность, а не... Нет, нет, нет. Просто ты имеешь в виду, что, когда, соответственно, много анимаций, то есть, чистой анимацией можно добиться более крутого валуэффекта на фоне юра. Понимаешь, на спектре ты не рисуешь какие-либо 3D закрашенные круги. Да, да, да. Но анимацию это вот и вывести сможет. Анимацию сможет, да. И, соответственно, это повлияет на... Это повлияет на народу. Ну, это примерно так показывает сиськи. То есть, в принципе, можно запретить вообще, как бы, законодательно анимацию и... Один раз сиськи показал, снова увидим. Но анимация это тоже творчество, художники не нравится. Нет, так нет, но у тебя есть для анимации отдельные конкурсы? Ну, где ты соревнуешься с анимациями... А, пусичка? А, пусичка? Ну, как, ты же можешь анимацию, например, выставить в Wild? Ну ведь по сути... Проблема в том, что сложно провести границы между анимацией и не анимацией. Ну вот, например, BadApple. BadApple? Да. Ну, это техно-демка, хотя анимация. Я не совсем понял. Ну, какой именно BadApple? Любой! BadApple или нет? Видеоряд. BadApple. Да, это анимация, безусловно. Но это техно-демка, и мне, в принципе, устраивает. У меня есть пример. Я просто люблю BadApple. Это немного более сложный пример. А просто в Edge, вот эта анимация или нет? Не знаю. Я не знаю. Но тест-то не набирался. Нет, но я знаю, например. Если, допустим, это анимация, то ты бы все равно против таких демок? Я не против никаких демок. Это очень глупо быть против демок. Но ты же сейчас говоришь. Не, я просто... Имейте в виду, что если бы была вот эта работа, которая была, например, на кафе, в конкурсе... Не, это, понимаешь, я просто про то, что, ну... Не знаю, вот я, например, любитель девок из 90-х годов больше всего. Потому что там много именно эффектов. И... Когда анимация, там оно явно видно. Погоди, но... Короче говоря, кроме того, что происходит на экране, по-моему, надо еще судить исходники. Ну, это что-то как-то овер... А почему? Чего сделать? Судить исходник? Нет, это не про тяга. Почему? Не проявляйте исходники смотреть, есть там они по-тюре. Так, блин, нет, это никто не пойдет на такое. Я просто... Что-то черпит в плей начался, я просто сказал... А можно... Нет, ты не просто что-то напросил, а... Можно... Можно вытащить из-за топика, как бы, дискуссию и задать вопрос... Я боюсь, если вытащат дискуссию, я стану врагом всех. Я... И так уже... Можно я просто в отдельный вопрос? По поводу, собственно, того, зачем мы здесь сегодня живем. По поводу бордюрных эффектов. Очень интересно. Как происходит синхронизация, например, того, что происходит, соответственно, на экране, с бордюрами. Потому что, например, тоже вот недавно, не так давно запускалась одна в своем реале. Старую Генку, по-моему, украинского типа. Мейкера. И там, собственно говоря... Ну, банально, да? Можно представить, да? Пускай будет этот российский флаг, да? Который вот... И вот на весь экран. Вот. Вот это мне интересует. Как это делается? И вообще, есть ли у тебя примеры? Есть ли у тебя примеры? Я бордюрные эффекты не делал вообще, но так-то считается. Ну, это... Нет. В теории... Нет, я знаю. Я просто думал... Смотри, если у тебя какие-то там ифы есть, да? Ну, и, грубо говоря, играться вот этими вот, как бы, паузами... Ну, в зависимости от того, какой эффект хочешь сделать, что там... Потому что... То есть, опять же... Там банально, практически там на демке, как бы, вот, прям вот стоял, стоящий такой, ну, бордюр, да? Вот, если это... Ну, это довольно легко сделать. Но, опять же, надо делать, чтобы все вот эти процедуры, которые ты вызываешь, да? Все внутренние вещи, они занимали количество... Ну, определенное константное время. И, кстати, могу сказать, что этот домк одинаковый отработал четко у меня, как на оригинале Бритти, так и на Скорпе. Ну, хорошо. Но, в целом... ... какой же, как на оригинале? Ну, вот. Ну, наверное, она и другая. Ну, ладно, короче, что это у чего было написано... Погнали дальше! Погнали дальше! Да, погнали! Там часть кода можно написать до прерывания. Давай, давай, начинай! Это никогда не останавливается! Что после прерывания? Но оно будет синхронизировано. А потом выбирай. А до прерывания как попало? Я говорю, нам передатор соществует. Он там после прерывания написал, в этот момент пойдет и... Итак, друзья, предлагаю всем ваши демки, исходники и прочие публиковать вот по такой лицензии. Потому что стал вопрос о лицензии, под какой лицензии на Github выкладывать исходники. Предлагаю вот такую, это измененная BR лицензия, я думаю, многие знают про нее, да? То, что типа, вы можете использовать как хотите, но если вы используете и вам нравится, можете угостить автора пивом. Предлагаю всем использовать вот такую лицензию, я выкладываю тоже под этой лицензией все. А вообще, пожалуйста, в плане изменения. Какую? А демо-сцена, она против, ну, стендап, ну, гну, они противоречат всяким. Не гну. А, стендап, ну, коммант креатив какого-то. Нет, нет, там все, понимаешь, там все равно есть ограничения какие-то определенные. А просто эти, что в лицензии развелось, там уже керп про все, что там надо делать, что не делать. А вот в демо-сцензии в лицензии не надо указать автора. Свобода, демо-сцена и отсутки безумие-то там. А это ж, по идее, BSD, например, чем-то. Так, где взять реал, короче. Кто захотел купить себе Spectrum, самое распространенное, самое простое купить, это ZX Evolution. Здесь есть ссылки, информация, где купить, в общем-то, это по сути клон одновременно и ATM, и Пентагона, некое такое месиво странное, у которого развертка пентагоновская, а по сути это ATM, но не все возможности ATM поддерживаются. А вообще-то, в целом, большинство современных демок именно там идет. Там реал, реальность. Мне ничего не заплатили нам. Не, это просто, это церковь эти запросы, и придут, и спросим. Придут, поэтому я все вопросу. Да, да, все правильно. Могу сказать честно, что Виталий посылает очень четко, очень быстро, и мне вот Питер сюда приходит, у него постоянно эти конструкторы. Виталий из Новосибирска. Да, 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 приходит, вот буквально последний, вот мне пришло там за четыре дня буквально. Так, Витера Кужак, вот я уже говорил про Assembler, про Z80, в архиве будут вот эти две книги, я понятия не имею, откуда их скачал, я пытался нагуглить, где они есть вообще, и не гуглиться в нормальном виде, поэтому в архив все залил, надеюсь, на меня там завторские права никто не наедет. Первое, это полное описание систем команд Z80, хорошая такая, вполне брошюра, а второе тоже, в принципе, про это, ну, смотрите, я думаю, одна из этих книг вам понравится. А как же Лашченко Родионов? Ну, я, пожалуй, вот, подъехочки хорошие скинул, и там хватит. Интерактивная таблица команд Z80, как раз, которая может посмотреть, какая команда, сколько тактов занимает, как она выглядит, потому что, если посмотрите исходники моей вот этой демки, да, вот, Invitro, там используется, в том числе, и сам модификация кода, и, соответственно, мы там определенные байты записываем, чтобы какую-то команду сделать, и вот в этой табличке можно посмотреть, какой байт соответствует какой команде, грубо говоря. Дальше математика на Z80, деление и умножение, вот это все, потому что на Z80-битные сдвиги на Z80, куча статей программирования спектрума на Zexpress.ru выложено, сорцы демок, пока там только одна демка, это наша с организмом демка, ну, будет и вот эта в том числе. На хаус-казахстанском гитхабе, можете туда тоже выкладывать. Архив книг, софта, игр, демок, все такое, на VirtualFermTos есть. И архив демок на сайте ZAAA.net. Боюсь, меня сейчас с камней начнут кидать запоминания, но тем не менее, архив демок. Раскоязычные сообщества есть следующие. Просто скачиваешь и забываешь. Есть Hype, это блог, эритросцены, потом есть большой форум на спектруме, это ZXPK.ru. Спектрумовский арт, всякие разные, там все тема есть на ZXArt.ee. Телеграм-сообщества есть по кодингу на спектруме, сразу предупреждаю. Ну, спектрумисты люди токсичные, так что если будете глупые вопросы задавать, сначала, возможно, скажут что-то нехорошее, но ответят. Ну и, собственно, контакт. Вот где можно будет все это скачать, вот ссылочка верхняя и нижняя тоже. За трекер, внимание, мы обошли. Там самцов демок нету. Есть, полный коррекция игры, демок, на трекере, тосик. Так, вот эта презентация будет, наверное, все будет. Сейчас в туалет скажу, и нам просто один. А что, так можно было? Ну, по прерыванию. Там, ну, посчитаны как бы. А ничего, под блокчейн. А все, что у нас здесь обсуждалось, собственно, все убийцы на сайте, я так понимаю. Ну, Ларусь, она сейчас вернется, я как раз этот вопрос и задал. Я могу разглавить паузу. Если хотите, полный коррекция с носа, начинающий демокисатель. Смотрите, есть такая игрушка, он Гуф, взял у вас, да, по-моему, Денис Грачев. У него есть инфицированные статьи, извините, как он, за выражение, как он писал ее, и, кроме того, там полный коррекция с носки, вот, код, который вместе с данными вперемешку, как так-то считается. И где это лежит? Есть две статьи открытых, я могу запостить, даже не знаю, куда, правда. Мы тоже не знаем. Есть чат, можно хабрик? Если мы сейчас не знаем. Может быть, нет хабрик? Можно сейчас, можно пробовать. Там одна статья, как он писал. Вот, есть чат. Чат из спейса? Потому что мне имел, там, инвайт, сюда вообще прилетел. Я понял, что сейчас полностью, полный смозг. Может быть, все пулы, стены, какие-то подлинства или... Ну, твой вопрос можно задать. Можешь открыть в телеке чат бэкспейса? Или написать или скопировать или ссылку, короче. А вот это скопировать? Ну, короче, у меня, например, сегодня бэкбан пришел вообще... Да, просто нечем не выводить со своего ноута. Можешь вот эту ссылку. Бэкспейс, короче, чат открыть. Показать. Ну, пишут, что бэкспейс чат. Да. Он так и пишет, что бэкспейс чат. Бэкспейс чат, кого нет, вы можете... Если там, как бы, там будет поиск. Блин, ну я не знаю. Бэкспейс, перей поиск вверху. Да, 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 вот. Не знаю, инфо. Подкрой его. А что, что сделать? Ну, что, просто ссылка бывает, что... Это канал вот бэкспейс чат. Вот, вот этот канал. Это канал, да. А, вон ниже линк бэкспейс чат. Можно заходить. Там... Это... Тут анонсы в бэкспейсе проходят разные предприятия. Поэтому, если кому понравилось, приходите. Там был сайт, ну вот, опять же, в описании канала есть сайт. Есть описание мероприятий, ну и дальше будет там... Вот я, собственно, открываю репозиторий. Да. Будет скрытый. Ну, или не будет. Есть. Я тебе скинусь. Скинь, пожалуйста. Я думаю, следующее чего. Возможно, не будет. Вот, есть сайт 0x08.е. Вот типа, как бэкспейс. 0x08. Короче, в этом репозитории есть абсолютно все, кроме Notepad++. Редактор, пикселярта, утилиты все, документы. А для редактора есть вот эта раскраска? Какая раскраска? Здесь раскраска тоже. Вот став папочка. Какайлайпы. Да, да, да. Папочка став. Там все лежит. Надо на него перейти. Вот. И тут кодовые сниппеты. Я не уверен, что в них нет ошибок, потому что я бы быстро ему все это набросал, скопировал своих сарцов каких-то. Если у кого-то есть какие-то маленькие кусочки спектромовского кода, да, полезные процедуры какие-то, вот, вы можете вот в этот, собственно, депозиторий коммитить, и другим будет полезно. У нас есть топик, там спектромисты делятся хорошими пусками кода, и там есть... Ну, на гитхабе все-таки реально удобнее. Не, я не спорю. Поэтому, если у кого-то, ну, кто-то готов вот помочь, да, можете, у меня ошибки где-то есть, скорее всего, можете помочь, конечно, справиться. Там 40 страниц, 9 идеальный код. Нет, там у меня ошибка презентации, где-то в адресе неправильно написать что-нибудь такое. Так, где его сделать публично? А у тебя не публично? Нет, какая-нибудь... О, make public. Тут огромная... Большая красная, огромная. Там все очень много надо писать. Окей. Есть возможность, но где они... Потому что хотел бы... Винстерсенцию иметь... Никогда не открывал свой публичный кисторий. Вот я коллегу Александрову попросил в чате... Уже запостил. Уже запостил. Ой, запостил. Трините. Я хотел просить не постил. Так, ну, по идее... Публичная страна. Собственно, скачивайте в одну кнопку компилируйте. Все. Классический, как у меня. Да, спасибо. 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 Чувствую. Чувствую. Ты смотрел, что там? Его сюда... Визарию он больше... Визарию он больше... Визарию, как мне пощадь. У меня ровно такой же. А чей? Визарию. Нашу. Это... Собственно, это... Это серый. Разрешение от молодежи... Так, ну, что лучше буду говорить. Все, все, ваше, 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 ваше... Которая такая же, ровно такая же... Они не понимают, что... Дого-дого, когда-дого... Не знаю, что это...